Семь лет назад эту акцию придумал преподаватель Московского лицея. Сейчас в ней участвуют все школы страны. Дети вместо цветов – благотворительный проект, в котором помогают больным детям. Свою лепту внесли и школьники-чуваши. Десятилетнему Саше из Алатыри нужен аспиратор, чтобы дышать. А 14-летнему Женю от приступов могут спасти только зарубежные лекарства. В первом случае цена вопроса – 17 тысяч рублей, во втором – 21. Букет цветов к первому сентябре стоит в среднем 600 рублей. 30 букетов – и проблема маленького Саши решена. Помочь ему и другим детям попытались в 50-й чебоксарской школе. Букет собран по цветочкам, а так приведет к нашему классу. Надеюсь, им станет легче. Они смогут гулять на улице, как и мы, с другими друзьями. Это добро к нам вернется потом бумерангом. Можем помочь будто самим себе, потому что мы – это те же они. Она помогает больным детям выздороветь и дает им надежду на здоровое будущее. Передать теплые слова заботы и поддержки решил лично каждый школьник. На бумажных ладошках ребята написали свои пожелания. В акции «Дети вместо цветов» этот класс участвует с момента ее появления в республике. Три года назад поддержать идею предложили сами родители. В этом году к акции подключились 120 классов Чувашии, в два раза больше, чем в прошлом. Если мы с первого класса каждый год потихонечку рассказываем о том, что надо делать добрые дела, ребенок вырастает, ну, каким-то, наверное, ответственным гражданином. Ребенок это запомнит. Ребенок просто будет понимать, что у него есть праздник, и он может в этот праздник поделиться праздником с незречим больным ребенком. Этой акцией фонд планирует помочь 22 детям республики жить без страданий и боли. Для этого нужно собрать 900 тысяч рублей. Помочь закрыть сбор можно на сайте фонда. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика.